К сожалению, этот ролик не про жизни пчел, а про смерть пчел. А может они когда летали, вдруг заболели? Мертвые пчелы не гудут. Ну вот эти пчелы. Всех приветствую на нашем канале. Всем салют. Сегодня у нас очередной ролик про жизнь пчел. Но, к сожалению, этот ролик не про жизнь пчел, а про смерть пчел. Сейчас я кратенько расскажу, что произошло. Вот в эту ловушку, которая стояла на чердаке, 16 мая прилетел рой. Это можно посмотреть в наших роликах. Вот. Я этот рой не обрабатывал от клеся, не качал с него меда. Хотел проверить, перезимуют ли эти пчелы просто вот как в диком состоянии. Но, как оказалось, не перезимовали. Хотя в середине декабря, когда у нас было тепло, они летали. Ну, сейчас начинаем разбирать эту ловушку, этот рой. Ого, сколько сорт! Выясняем причину, почему погибли пчелы. Ну, судя по тому, что меда у них хватает. Сейчас мы его тут обрежем. Видишь, что я измисотый? Ну, они, конечно, крошатся. Ну, вот, режем мед, срезаем. Мед тянется, потому что у нас сегодня 15 января. Зима, так сказать. На улице плюс 3. Судя по произошедшему, у нас не совсем плюс 3. Потому что при плюс 3 пчелы, скорее всего, не погибли. Так, ну, в общем, вот этот вот. Тут мед есть в этом корпусе. Мы его пока отставляем. Вынимать я это не буду. Меда тут хватает. Но пока вынимать я его не буду, будем разбираться с этим. Пока я его отставлю, наверное, сюда. Вот, сейчас мы срезаем вот этот мед. То есть, причина не в голоде. Погибли пчелы не от голода. Они могут погибнуть от голода. От того, что их заел клесь. Потому что я их не обрабатывал. Ну, может быть, еще какая-то причина. Может быть, мышь. Мышь залезла. Но мышь не залезла. Если мышь залезла, тут было все погрызано, перегрызано. А может, они, когда летали, вдруг заболели, может? Ну, когда они летали, вдруг заболели. Такого не может быть. Потому что, если одной пчеле плохо стало, то почему погибли остальные? Так, сейчас попробуем разобрать эту систему. Давайте я подержу. Ну, в общем, мед у них есть. Пчелы сидели вот здесь, где... Ой, кажется, заплесневела. Нет, она не заплесневела. Тут все сухо. Тут тоже есть мед. Вот пчела лежит. Ну, пчелы есть. Пчелы, как видно, осыпались. Мы пока ложим ее сюда. Я подержу. Рамки это старые, черные. Вот, это для ловушки было. Так что писать не надо, что ой, какие страшные рамки. Это рамки для ловушки. Я думал, пчелы прилетят с этой ловушки пересадить в улей. Ну, потом решил, пусть останутся. Вот такой провели эксперимент. То есть, меда у них полно. Вот сколько меда. И здесь есть мед. Ну, здесь немного тут меда. Вот тут вот больше. Здесь тоже потек мед и сот. Тут вот везде мед. Здесь и сот потек мед уже. Ложи пока, ложи его. Нет, просто он уже прикасается, а это еще потом можно есть. Пусть лежит. Ой, нельзя вынуть. Сейчас доберемся до пчел, которые там внизу. Будем смотреть, есть ли клесь. Так, ну, это крайняя рамка. Вот с этой стороны она с медом, с этой она почти без меда. Ну, если вы хороший пчеловод, тогда пересмотрите наши старые ролики и не повторяйте наших ошибок. Если не хотите, то же самое. Тут получается вот что. В середине, где сидели пчелы, меда почти не осталось. То есть, есть вариант, что они могли погибнуть от голода. Ну, а вот это все. Потому что, когда зима, они не могут переходить в крайние рамки и кушать. Вот. Хотя здесь немного меда было. Ну, в общем, пока не ясно. Может, они расплодились, им не хватило меда? Ну. Подарались, может. Хотя они сдружные вроде. Нет, пчелы сами у себя в гнезде не дерутся. Это они дерутся с чужими пчелами. Но тут мед есть. В принципе, не похоже, чтобы они погибли от голода. Но в центральной рамке меда почти не было. Но здесь все равно есть мед. Но то, что они погибли, это все равно очень-очень печально. Да, печально. У нас еще в лесу есть четыре дупла с пчелами. Мы весной будем смотреть, как они перезимовали. Их тоже, конечно, никто не обрабатывал. И никто не кормил. Ну, я думаю, себе они меда нанесли. Мне кажется, есть теория, почему ваши пчелы могли погибнуть. Ну, и какая у тебя теория? Может, они раньше думали, что их опять будут обрабатывать. И привыкли к этому. А сейчас из-за того, что, можно сказать, у них не было и вы не все так этому? Ну, это тоже как вариант. Да, как вариант. Ну, это рамка крайняя. То есть, тут меда может быть и мало. Потому что пчелы на ней все равно не сидят. Ну, тут тоже меда хватает. Так, подходим к самому страшному. А самое страшное, это мертвые пчелы не гудут. Ну, вот эти пчелы. Вот эти пчелы. И сейчас мы будем смотреть на лице и клеся. Ну, клеся есть. Вот клеся. А сейчас мы посмотрим, что тут делается на пенопласте. Ну, пчел, честно говоря, довольно очень мало. Они, видно, когда вылетали в декабре, понимали, что они уже погибнут. И те пчелы, которые вылетели, они, наверное, погибли где-то вне улья. Ну, что тут сказать? Непонятно особо причина. Не, ну, клеся довольно много, да. Вот сколько клеся. О, есть. Кажется, моей теория провернута. Клеся довольно много. Ну, я не знаю, много ли это клеся, чтобы погибли все пчелы. Я не могу это утверждать. Ну, клеся есть. Причина ли в клеся? Возможно, и в клеся. Да, клеся много. Ой, тут вообще все в клеся блестит прямо. Клеся, наверное, все-таки причина в клеся. То есть, необработанные пчелы, они не перезимовали, скорее всего, из-за того, что их заел клесть. Но, как известно, клещи – переносчики многих болезней. Да, это ты правильно говоришь. Клещи – переносники болезней. Но это не обязательно. Клещи могут быть не носители болезни. Просто они загрызли пчел, закусали. Им все время это не нравилось. Они дергались, не могли зимовать, и в результате погибли. Ну, в общем, будем считать, что причина установлена. То есть, скорее всего, из-за того, что я не ставил противоклещевую, не делал обработку, не ставил пластины от клеся или другие действия не делал, то пчелы не смогли перезимовать. В остальных улях, в этих, и там, где у меня дальше стоят, пока все нормально. Да, мы им давали подкормку, то есть, вы видели, что они были живы. У кого есть еще теории, почему погибли наши пчелки, пишите в комментариях. Кому понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Да, если у вас есть другие мнения, то можете написать. Ну, в общем, вот такой у нас грустный ролик сегодня. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.